Участок номер 2135 в первой сотне избирателей глава городского округа. По семейной традиции Геннадий Панин пришел на выборы вместе с женой и двумя детьми. Не хватало только старшего сына, который в этот день отправился на соревнования. Члены семьи предъявили паспорта, получили планки для голосования и прошли в специальные кабины. После чего вместе с детьми опустили бюллетени в ящик. Дети проявляют тоже большой интерес, и это, я считаю, очень важно с малых лет проявлять. Например, Гордея мне вчера задал вопрос, а почему ему нельзя голосовать. Я говорю, потому что это ответственный очень выбор, должны дети сначала определиться. Он говорит, так я-то уже определился, поэтому мне нужно голосовать. Поэтому сегодня он мне помогал. В этот же день глава вместе с женой и детьми проголосовал за одну из концепций благоустройства парка «30-летие Победы». Решение Геннадий Панин принимал с семьей на месте. Почетную миссию поставить галочку и опустить бюллетени разделили между младшими детьми. Очень важно, чтобы большое количество людей пришли на выборы, отдали свой голос в пользу будущего России, развития России. Нам, конечно, нужен сильный лидер. На сегодняшний день мы видим, что жители, несмотря на морозную погоду, конечно, солнышко – это большой плюс, на выборы идут. Мы надеемся, что явка сегодня будет выше, чем обычно. В день голосования в Орехово-Зуеве работал 71 участок. Явка составила 62,33%. Как и во всей стране, большинство жителей проголосовало за Владимира Путина. Кандидата самого движенца поддержали 76,57% жителей. Территориальная избирательная комиссия представила и результаты других участников гонки. На втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали около 11% Орехово-Зуевцев. Третьим идет Владимир Жириновский. Он получил 6,55%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.